Всем привет, в этом видео мы поговорим об редакции Windows 10 LTSC, поговорим что это за сборка, какой имеет функционал, а также как ее скачать и русифицировать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Данная версия подойдет для слабых ПК, так как в ней отсутствуют лишние функции. Версия LTSC пришла на смену ранней версии LTSB в 2019 году. LTSC такая же урезанная функциональная редакция Enterprise с долгосрочным сроком поддержки. Она предназначена для работы на компьютерах в коммерческом секторе, где важна стабильность работы машин и ненужные функциональные особенности. За счет отсутствия лишних UVP приложений их не нужно обновлять, система скачивает и устанавливает только критическое обновление безопасности, а в операционной системе уменьшается количество активных процессов. Отчасти за счет этого Windows 10 LTSC можно устанавливать на старые модели компьютеров и ноутбуков с двумя или даже одним гигабайтом оперативной памяти. Также она занимает меньше места на диске. Так как Windows 10 LTSC основана на редакции Enterprise, в ней присутствует весь необходимый набор программного обеспечения и функций для использования в корпоративных сетях. Эта сборка базируется на версии системы 1809 и поставляется бесплатной ознакомительной версии на 90 дней. Скачать Windows 10 LTSC можно с официального сайта Microsoft. Ссылку я оставлю в описании. Перейдя по ссылке здесь доступны две версии. Выбираем LTSC и жмем Продолжить. Далее нужно заполнить следующую форму. Указать имя, фамилию, название компании и т.д. Заполним форму жмем Продолжить. На следующем этапе нужно выбрать разрядность операционной системы, а затем язык. Как видите Windows LTSC официально не поставляется на русском языке, но ничего страшного, далее в видео я покажу как ее русифицировать. А пока выбираем английский и жмем Загрузка. Теперь для установки нам нужно создать загрузочную флешку. Для этого воспользуемся утилитой Rufus. По умолчанию программа Rufus создает отдельный накопитель для MBR и GPT разметки диска. Если вы не знаете какая у вас разметка диска проще будет создать загрузочную флешку адаптированную для обоих форматов. Для этого в программе нажмите сочетание клавиш Alt и E. После этого в самом низу окна программы должна появиться надпись двойной UEFI BIOS режим включено. После этого можно приступать к созданию загрузочной флешки. Выбираем накопитель, указываем путь к ISO образу недавно скачанный Windows, в схему раздела MBR, в целевая система должно быть написано BIOS или UEFI, а в поле файловая система можно оставить FAT32 или выбрать NTFS. Также можно воспользоваться альтернативной ссылкой. В этой версии нет предустановленных пользовательских UVP приложений. Нет магазина Microsoft Store, браузера Edge, игрового режима, среды Windows Workspace и OneDrive. Тем не менее кое-какие функции из числа современных присутствуют. Настроечные приложения Параметры, Защитник Windows и Бронмавлер, Облачный буфер обмена и временная шкала Таймлайн. В системе нет нового скриншотера, который присутствует в обычных редакциях десятки, но сама возможность захвата экрана по клавишам в центре уведомлений присутствует, просто снимок по умолчанию отправляется в буфер. К интерфейсу LTSC можно применять точно такие же настройки персонализации, как и в обычных пользовательских редакциях десятки. Более того, поскольку LTSC базируется на версии 1809, в ней можно использовать темную тему оформления, действие которой после октябрьского обновления расширировалось и на системный проводник. Меню пуск в LTSC простое, без закрепленных плиток приложений. Сама же возможность крепить плитки оставлена. Для выхода в интернет можно использовать Internet Explorer. В сравнении с обычной системой LTSC немного шустрее, сильного ускорения конечно же ожидать не стоит, но как для слабого ПК работать будет приятнее. Поскольку в LTSC нет в большей части пользовательской UAP функционала, работающего в фоне, система естественно потребляет меньше оперативной памяти, правда разница несущественная. И в ней без стороннего софта и при полном простое меньше активно фоновых процессов, чем у той же редакции Pro и Enterprise. Меньше, но не на много, на только что установленной системе в диспетчере задач около 70-80 процессов. Что касается активации, то ознакомительный период полнофункциональный, целых 90 дней. Если ее не активировать, то будут происходить все обычные десяточные изменения. Станет недоступна персонализация, кроме того неактивная система будет автоматически перезагружаться каждый час. Ознакомительный период использования можно продлить. Для продления ознакомительного периода открываем командную строку от имени администратора и вводим следующую команду. В открывшемся окне жмем ОК. После этого закрываем командную строку и перезагружаем компьютер. После перезагрузки ознакомительный период должен сброситься снова на 90 дней. Если после первой перезагрузки у вас не сбросился период, то попробуйте просто снова перезагрузить компьютер. Иногда это бывает, когда при первой перезагрузке установились какие-либо обновления. Так можно продлить период три раза. В сумме получится около 360 дней пробного периода. А чтобы русифицировать систему нужно добавить новый языковой пакет. Для этого откройте параметры Settings, Time and Language, Language, AddLanguage. AddLanguage. Ищем русский, Next. Отмечаем Install Language Pack Unset as my Windows Display Language. Install. После установки нужно выйти из системы и зайти снова, или же перезагрузить ее. Затем снова переходим в раздел Языковых настроек, Параметры, Время язык, Язык. Здесь нажимаем Административные языковые параметры. Копировать параметры. Устанавливаем отметки и жмем ОК. Пока что не перезагружаем систему. Жмем Изменить язык системы. Выбираем русский. И ставим отметку ОК. Перезагружаем компьютер. Windows LTSC устанавливается без закрепленного на панели задач проводника. Открыть его можно клавишами Windows Plus E или же с помощью поиска. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.